Пацаны, вы смотрите, это стримерский корпус, шо такое? FUA. Большой выбор игровых девайсов. Эй, привет! Мы находимся на выставке Computex 2018 и мы с Максом слегонца охренели от того, что творит Кугар. Первое, что творит Кугар, исправляет все проблемы и ошибки, которые были. Уже это сделала. Второе, снова поражает. Макс, давай за мной. Смотрите, короче, какая водянка. Они ее еще не выпустили, не анонсировали. Будет только под конец года, возможно, возможно, смогут под конец года успеть сделать все, что хотят. Самое главное, RGB-подсветка, которая управляется с помощью пульта. Вентиляторы точно такие же, как и здесь стоят. И вот пультик, которым все это управляется. И то же самое будет с этой водянкой. Подсветочка внутри самой помпы. Помпа, правда, огромная. Здесь я не спорю, она очень толстая. Я пока не понимаю, почему. Кроме того, что... Иди сюда. Это прозрачная помпа. И видно, как она работает. Видно, как она крутится и гоняет в воду. Это очень здорово. Это новый тренд, который сейчас развивают все производители, кто делает водянки. Чтобы помпу было видно, чтобы больше было видно, как она работает. Это такая мелкая маркетинговая фишка, но она работает. Понимаете, вот вы все равно, делая помпу, потратитесь на то, чтобы ее сверху закрыть чем-то. А какая разница, что ты потратишься на прозрачный пластик, что ты потратишься на черный пластик. Ну, просто добавишь пару светодиодов. Мне это нравится. Вот такой вот блок питания. Как вы думаете, для чего сделали его Cougar? Это первый SFX блок питания от Cougar. Его мощность на 500 Вт. 500 Вт может выдать по 12-вольтовой линии. Сейчас покажу, зачем. Это Gemini X. Помните, мы на стенде Corsair видели один очень крутой корпус стоимостью 1000 баксов. Он огромный такой шкаф. И там можно собрать сразу две системы в одном компе. Одна система, которая кодирует и отправляет стрим. Вторая система, с которой вы уже конкретно играете. Вот система, с которой вы играете. Макс, давай обходить в обратную сторону. А вот система Mini ITX, с которой вы уже стримите. С которой вы кодируете сигнал. Блок питания полноценный наверху для основной системы. SFX блок питания крохотный. Внизу, для того, чтобы не занимал много места. Для того, чтобы не шумел. Да и больше делать его не нужно. Он стоит будет меньше, чем одна эта огромная беда. И обратно, давай сюда, Максон. Здесь же сразу они показывают, как будет выглядеть водянка на процессоре. Крутится медленно и аккуратно, когда нужны низкие обороты. Когда нет нагрузки. Очень все красиво. Кстати, кстати, посмотрите, есть специальное охлаждение с надписью Cougar на материнскую плату Gigabyte. Видеокарта тоже со специальным охлаждением Cougar. Мы с Максом уже здесь увидели в одном из корпусов, как вот эта вот водянка стоит на, внимание, внимание, видеокарте. Да, конечно, когда такая водянка будет стоять на видеокарте, то это будет огромный такой горб, как прыщ огромный. Но с другой стороны, это будет красиво выглядеть. Это будет светиться. И я думаю, они что-то с этим сделают. По-любому там определенную площадь и размер занимает еще и система крепления на процессор. А на видеокарту что-нибудь переработают. Сам корпус скоро появится в продажах. Он будет стоить примерно 800 долларов. Что на 200 долларов меньше, чем у всех конкурентов, которые делают подобные корпуса. Мне еще понравилось то, что этот корпус меньше на многое, чем корпуса от конкурентов в плане именно стримерских. А сама водянка это всего лишь концепт. Она еще дорабатывается. Они ее не выпустят, пока определенная супер крутая лаборатория не скажет, что эту водянку можно выпускать и что она не протекает. Идем дальше. Вот тот же самый корпус можно просто положить. Стримерская система лежит внизу. Система, с которой вы играете, находится наверху. Выглядит все это очень здорово, необычно. Все это специально сделано для того, чтобы можно было по-разному использовать. Вот эти вот части, низ, вверх, они из очень приятного софт-тач пластика, прорезиненные. Поэтому на них можно ставить, они должны не продавиться. И при этом все, они будут держать ее скольжение. Все остальное это толстенный алюминий. Такой же, как стоит Коугар Мини. Тот самый корпус, который у меня не дожил, к сожалению. Который мы разбили случайно. Его выпустили в маленькой версии. Коугар Мини и Коугар, как он называется, Коугар Эссенс. Мне, правда, Эссенс больше нравится. Он какой-то более такой сбитенький, поменьше. Но так как Мини с таким вот двойным кожухом наверху, а здесь обычный кожух сверху, то здесь будет просто две такие дырки, если не ставить наверх водянку. Очень нравится, как выглядит. Очень здорово. Я уже жду его в Киеве. Мне сказали, что оба корпуса к нам должны прислать. Ну и последнее, помните, прекраснейший корпус, который называется Panzer Max. Сейчас это уже Panzer Evo RGB. Panzer Evo RGB. Да, мне сказали, тоже приедет. Puritas RGB, новый корпус, который я раньше не видел. Исключительно везде закаленное стекло, затемненное. Мне нравится, как выглядит верхний вот этот блок с клавишами и с разъемами для USB-шников. Минус, конечно, только в том, что вот здесь вот, где вы будете касаться пальцами, это все будет запятнано. О, да. Главная фишка. Дизайн приятный. Все щели максимально перекрыты стеклом. Воздух проходит в достаточном количестве. Пыль вовнутрь осаживаться не будет. Снова-таки из-за маленьких щелей и из-за того, что везде есть пылевики. Но стекло по-любому придется протирать. Во-первых, от отпечатков пальцев. Во-вторых, от пыли. Черно-оранжевые меня приятно удивили. Что самое забавное, они больше становятся не черными, а темно-серыми. Такой приятный, насыщенный и интересный цвет. Давайте будем смотреть, что происходит у них в плане периферии, в плане наушников и клавиатур. Здесь уже вам расскажет Макс в следующем видео. Спасибо за просмотр. Прожимайте лайк. До встречи.